То, что истина перед нами предстаёт в неблаговидных образах, в таких как бы неблагостных, а в таких каких-то странных вроде бы, это как раз условия соблюдения свободы воли. То есть если бы истина всегда была, знаете, такой какой-нибудь Господь Вишну с тысячей рук и такой весь божественный-божественный в мантиях, в коронах бы предстал перед нами и сказал бы нам то же самое, у нас бы не осталось выбора, мы бы как бы должны были склониться, упасть ему в ноги и вечно в этом поклоне пребывать. То есть свобода воли была бы нарушена. Но если истина предстаёт перед нами такая пошарпанная, немножко такая, знаете, выпившая, немножко такая засаленная с сигаретой, такой стоит мужичок с ноготок и что-то нам вещает, то у нас, конечно, сразу же возникает свобода. Мы можем это не принять, это же мужик, он пьяный, он там, он курит, понимаете? Как можно его слушать вообще? Он же курит. И таким образом свобода выбора у нас соблюдается. Мы можем как бы отвергнуть, сославшись на то, что это несерьёзный партнёр по отношениям. Но если быть глубокими, то мы увидим, что с нами в данный момент говорило как раз через этого человека абсолютно идти.